приветствую всех чеканутых и долбанутых на теме влажного классического бритья таких же как и я братцы здравствуйте сегодня пришла посылка посылка от компании яки grace thank you so much и не будем долго затягивать прям сразу начнем распаковывать возьмем китайского прекрасного черно-рыжего попугайчика и посмотрим что прислала компания на этот раз и вот так вот сейчас есть так а здесь здесь быстро получится не пал а получится все у нас получится так если так все готово с одной стороны а так уже что-то показалось что-то интересное что-то по бритвенной теме ну глупо было бы если прислали апельсина или редиску так уберем шелуху уберем ножик посмотрим в первоначальном виде что у нас получается сейчас я все это вы потрушу эту посылку и будем с вами сначала посмотрим все вместе потом будем я думаю что от меньшего к большему вот что мы с вами извлекили из посылки и в общем то все понятно всем все ясно что здесь что вот в этих двух коробках да в тубусе и вот маленькой и здесь я предлагаю начать с маски мы сейчас быстренько в кадр вернем на крупный план и посмотрим что у нас дальше черная маска как говорится мелочи а приятно компания ки заботится чтобы все вид шейвере бывших были здоровы полный сил ну классика знаете что чем перекликается сейчас я покажу вот здесь тубус такой вот интересный серебро значит на черном а здесь белые на черном без серебра классно спасибо большое очень приятно спасибо за заботу и наверное начнем вот такой вот маленький маленькой коробки да и посмотрим все понимают что здесь бритвенная голова таких коробках только бритвенные головы до для станков составляет компании сейчас мы с вами развернем и посмотрим что за голова интересно так а а это голова недавно была на обзоре по бритью насколько я понимаю это нержавеющая сталь а где-то у меня подождите посмотрю где-то сейчас секунду об не уходите не убегайте а вот вот этот станок ну голова будем говорить да был на обзоре и посмотрите это еще раз прислали одну и ту же голову но погоди а вот хренушки вашей верушки одинаковые то одинаковые да нифига не одинаковые так ну ка мне показалось или нет мне показалось или нет мне показалось что она больше голова вот это так стоп по обработке посмотрите вот здесь вообще никаких шорохов никаких нет вот сейчас секунду поближе так вот бликану видите здесь все как завальцовано а здесь вот такая вот ну скажем вафельно подобная насечка такая напильническая да напильно подобное это первое отличие а вторым вот я не знаю сейчас через камеру смотрю мне не особенно видно мне кажется одна голова больше другой сейчас я откручу ручку и мы посмотрим так главное не перепутать так слева значит у нас да что ж такое то у меня да что ж такое то у меня поближе что переставить да что ж так секунду слева значит это голова которая уже была на обзоре а вот это новые сейчас вот они с виду одинаковые две головы но вот сейчас будем серьезно будем мерить будем смотреть вот смотрите вот который была на обзоре это которая вот с такими как бы насечками видите это гладкая показалось мне или нет что одна больше другой подождите нет не показалось посмотрите вот прям ровно вот видите как делаю прям вот миллиметр к миллиметру и здесь получается то голова которая пришла сейчас гораздо больше гораздо длиннее что подожди сейчас мы это все сделаем и проверим на весах чтобы не быть голословно вот задачка думал голова голова все в сторону отложили нет так теперь разобраться значит где у нас а вот это которая была недавно обзоре по бритью сейчас мы взвесим быстренько 41 и 5 получаем а вот это что-то мне подсказывает должно быть больше а здесь 44 9 почти 45 грамм вот как понять я что ты вообще подзавис погодите теперь будем тогда уже а вот так вот еще больше по лезвием тогда подожди сейчас я что-нибудь тут достану тут посмотрим пока полюбуйтесь на бритвенные натюрморт натюрморт и и так вот в этом мы сейчас поставим лезвие ой кстати хорошо что у меня две ручки одинаковых есть чтобы не быть голословными чтобы все было четко и понятно хотя мне сейчас ничего не понятно почему так что такое так сейчас мы накрутим ручку о как неудобно то левой рукой сейчас попробуем правый на вид на вертеть накрутить вот это интересное кино неожиданный поворот так и поставим лезвие в другую голову посмотрим по вылету действительно мы просто интересно на самом деле так лезвие то возьмем или нет возьмем так и поставим следующую голову то что уже было у меня и ручку вот так вот две одинаковых ручки просто отличается по цвету и посмотрим что мы получаем по вылету так погодите не спешите дайте-ка я посмотрю не через камеру вроде одно и то же вот вроде одно и то же с первого раза с первого прочтения до небольшой вылет такой даже не средний и в общем то больше нет отличий кроме вот длин а здесь посмотрим кстати кто-нибудь видит отличие надо напомнить самому себе прежде всего где чего которая пришла только сейчас а вот и белая значит пришла только сейчас голова а это на синей ручке уже был была голова и вот что кто-то кто найдет 10 отличий я пока вот не вижу но почему-то одна больше и тяжелее вроде все чипу вроде нержавеющая сталь значит что-то должен а подождите а лезвие не там не там не выбегает до старца погодите нет ни там не там не выбегает как понять отличие тогда одна больше другая меньше интересное кино вот уж не ожидал действительно он видите насколько больше ну так чтобы было понятно да интересно по обработке вроде то же самое но не совсем тоже особенно вот на нижних плитах еще раз покажу отличается одна прям гладкая матовый глянется другая такая вот ребристая обработка неожиданный поворот здорово да ну даже не знаю чего теперь делать с этим пробует два станка значит как вы сейчас можно выражаться battle или что или что товарищи дорогие ладно давайте перейдем к travel варианту конверт в котором может храниться бритвенный станок да плюс еще и лезвие думаю такая уже у меня была но не такая точно цвет другой посмотрим посмотрите вот такая вот липучка сразу еще не отдерешь и посмотрим внутри внутри значит у нас получается крепление ага для бритвы и крепление наверное а не так наверное вот это для головы если я правильно понимаю это для ручки а вот это уже наверное для лезвий а мы сейчас с вами попробуем попробуем и посмотрим коль уж бритвенные станки здесь только я лезвие сейчас уберу чтобы не было большого барабума в кадре сами понимаете о чем я дать на что я намекаю так уберем подкрутим закрутим тоже уберем бритвенный станок этот так а да зачем я закрутил молодец молодец 20 копеек возьми с полки пирожок так ну насколько я понимаю сюда мы кладем ручку вот так таким образом вроде как вроде как так да посмотрим поближе так а голова тогда как получается у нас голова должна тоже как-то крепится наверное как-то вот так кто-нибудь видит чем тут занимает а или нет это может быть для лезвия большая голова что-то не а вот вот так вот наверное это будет выглядеть ага так 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 стоп а куда так значит голова должна быть здесь да ну а семён семёныч все ларчик просто открывался вот так вот туда нужно видеть село село вот так вот должна быть ловатьян четыре наверх потрыки друге возьмите коня кто мне подскажет правильно вот теперь все снять это то на свои места вот так вот голова стало быть скорее всего вот так вот должна быть ручка идти вот видите видно нет сейчас поближе вот так вот а вот здесь уже лезвие все как у лего решена да да все правильно о том вот сколько раз если говорю что через камеру когда смотришь вообще неудобно делать удобнее делать на коленке да сейчас разломаю всю коробку нафиг вот но все-таки мы добились худо ли бедно вот так вот перевернем еще чтобы было все ясно вот теперь все правильно вот ручку подальше и вот такая вот нас сейчас поближе покажу композиция получается красиво здорово весело нарядно ой семён семёныч это я над собой ржу и давненько я не пользовался такими предметами сейчас мы ее закроем ее говорю его кошелек кого ее то и вот так это будет все погодите кнопку кнопка серьезная не расстегнется в поездке все красиво здорово справились с китайским требу сам мама миска что вид шевер блин так красиво красиво буквы яркие яркие по качеству смотрите сами комментировать не буду вот тут немножечко я уже видимо измазал но такая как шелуха прицепилась по качеству посмотрите сами потому что когда начинаешь комментировать кто-то какую точку найдет вот действует тоже надо убрать но это позднее вот это не брак это вот что тут видите она гоняется туда-сюда а по швам смотрите сами потому что что-нибудь пропустишь что-нибудь через камеру не увидишь как а вот тут вот нитка неправильно а вот тут узнаете у нас есть такие товарищи так что сами оцените и еще раз внутри покажем здесь все красиво все здорово жесткая липучка просто так еще раз повторю менять берешь то собственно говоря и дает безопасности вашим принадлежностям и вот так вот видите все четко все круто все сияет и блестит так хорошо дальше дальше надо уже двигаться вперед потому что что-то я что-то меняете головы немножечко выдели из равновесия и понятно было так дальше на почему я не надо все что ухта как жестко она так вот стоит так дальше дальше что уж хотел и забыл давайте папра по мазке по мазкам вернемся и посмотрим так по мазке о хорошо обожать так не откроешь вот он красавец у компании якин много есть таких по мазков просто миллион то есть барсучьим ворсами данный случай синтетика красиво здорово маленький такой travel вариант там значит фибра салфетка для протирки станка для протирки вот такой глянцевой поверхности чтобы все сияло и блистало еще раз посмотрим поближе красота просто здорово такое варенье персиковое варенье апельсиновое варенье и такой свежевыжатый сок с мякотью 24 22 миллиметра посмотрим по набивке очень такой приятный малышек который густо набит посмотрите видите он просто ведь даже покажу совсем сверху такой travel вариант по весу потому что знаете многие там цепляются говорят а он по габаритам небольшой по весу здоровый зачем его travel ну тут уже каждый выбирает сам кому надо побольше и полегче кому надо поменьше и потяжелее тут посмотрим так 74 и 6 ну вот смотрите ну в намоченном виде я думаю будет с пеной 75 скажем так так ладно это мы посмотрели дальше дальше у нас еще помазки где то есть вот они у меня за кадром то остались так неправильно или правильно наоборот распаковал здесь видите повозки которые еще не в тубусах были выпущены они вот с такой вот бумагой типа папиросный вощеные по-разному называют видите бау классика я всегда за классику нет конечно есть такие знаете веселые интересные разноцветные но классика она как-то вот вызывает определенное уважение если хотите как там знаете как как фраг как рояль как такое что-то уже всеми признанное и узаконенное посмотрите какие красивые буквы все четко детализировано вот насчет детализации вообще у яков проблем нет видите все прям четко четко там а вот сколько миллиметров но я полагаю что 2424 думаю это я предполагаю видите нумерации нет так что приходится на вскидку думаю что 24 тоже приятная фибра мягкая упругая посмотрите вот так вот просто надо усилий большое делать чтобы попытаться его расплющить но и по набивке тут уже можно не говорить посмотрите сами все на ваших экранах я помолчу и просто повожу пальцем туда-сюда чтобы было совсем понятно и совсем ясно очень мягко очень мягко упругая приятно ну еще и плюс глянец к руке очень здорово и посмотрим сколько он весит этот вроде тоже небольшой помазок но я думаю что тяжелее 77 7 ну будем считать 78 с пеной и с водой да может быть чуть побольше так ладно дальше еще один помазок тоже такой ухты порвал немного блин пока вытаскивал сейчас моего а тоже такая же бумага вау какой цвет ну вы посмотрите какой цвет и какой контраст плюс ко всему сейчас я уберу черненькой с беленьком и покажу вот эту красоту посмотрите какой индиго прям вообще да не просто моно цвета видите какие вкрапления 24 миллиметра узел яки браш профессионал вот так вот это вам не шуточки очень приятный глянец еще раз я всегда это повторяю прям вот к руке вот знаете вот как вот хочется его тискать и тискать знаете как ту собачку как того котика как плюшевую медвежонка если хотите да если как вот девочки выражается вы как как плюшевую медвежонка тискать и посмотрите какой контраст такой седой северный вариант эти такие льдины торосы но видите здесь в серединке немножечко как бы получается прогал но я понимаю для чего он сделан ну это я как я понимаю каждый для себя определяется чтобы была такая воздушная подушка здесь присоска если хотите вакуумная банка здорово ну вот умеют яки умеют яки цвета ручки вот я уже наверное всех достал но я не устаю восхищаться на любой цвет на любой вес на любой размер и диаметр узла просто вот приходите смотрите выбирайте что нравится цап и все мое мое ам а а вот эти белые вкрапления это просто чудесно какие-то облака не по синее небо и облака или знаете у нас такое вечернее небо когда уже больше в чернь идет уже вот-вот и зажгутся звезды на небе и вот немножечко облака и пролетели классно красиво смотрим сколько отметку на весах да сколько будет в грамма а этот потяжелее видите 101 и 3 получается у нас на весах вот так вот красиво правда при очень приятно барберский длинный не измажите пальцы руки все что вот даже в глубокой чаше работаете вот так вот схватитесь вот так и все даже если пена будет здесь у вас руки будут чистые я всегда на это обращаю внимание и осталось у нас а я хотел же смыла начать потом по мазке ну да ладно это скорее всего мыло и бабки ходить не надо сейчас мы откроем и посмотрим действительно большая огромная банкова что радует то что яки выпускают большие банки по 177 по моему есть не ошибаюсь грамм так весы я думаешь нам больше уже не понадобится а понадобится ножик а ножик я уже куда-то так нашли мы нож как бы банку это не где лучше давайте вот здесь вот если здесь то ничего страшного не будет а там рисунок там будет жалко дальше ручками ручками как артизан игре все ручками делаем да не просто в пупырки тут еще еще одна упаковка но этому быстро прячь прячь так вот так возьмем и вот так прячь прячь так поехали посмотрим о мыльца для рыльца красивая банка уже вижу и вы тоже видите соответственно но где-то для входа где выход вот вот ночь была недокручная лею раскрутил пока значит доставал из пакета красивая шпага даже с таким эффектом с такими вензелями мушкетерская мылом для мушкетеров посмотрим что внутри а нет сначала посмотрю а вот здесь же надо показать посмотреть чтобы все было понятно весело приятно даст а я сказал 170 170 грамм видите немножечко ошиблись и вот вот такая китайская лапша видите мягкое мыло но опять подчеркиваю не крема подобное то есть продавить можно но усилие надо прилагать маме аромат какой пошел а а про аромат не скажу на обзоре публичку выясним так ну в общем то вроде все мы посмотрели надо вернуть все на место чтобы было красиво где у нас тут а кстати говоря даже не не помню я голову тату или не только с вами засовывали то в чехол в кейс в конверт вот оказывается где голова должна быть семён семёныч ладно разберем эту конструкцию оставим голову и посмотрим нет голова то голова то которую только прислали так навинтим на ручку почему я всегда пытаюсь сделать на ручке на ручке гораздо доступнее как говорится нагляднее и приятнее нежели просто отдельно голову делать так сейчас мы с вами еще запакуем все вот это на место вернем а уже измазал где-то молодец все стиральную машину и стирку так как бы тут у нас получается вот так вот здорово красиво эти помазки этот малыш travel вариантный за ним идет черный классический и небесно синий вот он седовласый идет помазок еще так и что я еще забыл а что я не положил мыло положил ну и конечно маска как же она тоже является атрибутом сегодняшней распаковки и тубус тубус мы сейчас тоже вернем в кадр потому что потому что это красиво вот он это в общем то все что было сегодня в посылке все что было на распаковке еще раз посмотрим проверим чтобы было все здорово и красиво ну в общем то на все сегодня затянули немножечко конечно я обалдел от головы вот кто владеет больше информации попрошу значит пояснить почему так получилось да для меня пока это непонятно для меня это загадка одна голова больше и и по весу и по длине и на вроде вылет один и тот же и собственно говоря конфигурация значит все тоже одно и то же но почему тут как-то с разных позиций подошла компания возможно это случайность возможно это был первый экспериментальный вариант но это я сейчас фантазирую кто знает точно попрошу мне пояснить потому что этого я не знаю вот почему у меня вот от отлетела это а потому что надо . . поставить жирную могучую и большую в общем то на этом на сегодня все я с вами прощаюсь желаю вам бриться от души бриться для души и бриться с кайфом до новых встреч